Постирать, высушить, отпарить – одним словом, привести в порядок вещи в короткие сроки. Прачечное самообслуживание Светланы Богомаевой – нетипичное для Петрозаводска место, которое пользуется популярностью среди множества домохозяек. Здравствуйте, прачечное самообслуживание, администратор Наталья, слушаю вас. Идея проста и понятна. Нужно позвонить и забронировать помещение на удобное время, принести вещи и самостоятельно воспользоваться техникой, предоставляемой прачечной. В распоряжении посетителей две стиральные и две сушильные машины, гладильная доска, отпариватель, а также различные чистящие средства для удаления сложных загрязнений. Все мы хозяйки на самом деле дома, постоянно занимаемся стиркой. Но нет, из-за быстрого ритма жизни нет возможности, и из-за того большого количества стиральных порошков в рознице нет возможности все купить, все изучить, все пересмотреть. А мы это делаем для вас. Вы приходите и мы поможем. Услугами прачечной пользуются не только жители карельской столицы, но и клиенты из близлежащих городов. Бизнес Светланы развивался, пока все планы не перечеркнула пандемия. Из-за массовой самоизоляции посещаемость прачечной упала почти на 70%. Я должна была вынуждена как-то выходить из данной ситуации, обратилась в фонд кредитования, это корпорацию развития, проконсультировалась. Они мне подобрали несколько программ, и я подошла по программе женское предпринимательство. В рамках программы Светлане одобрили микрозайм в размере 350 тысяч рублей на три года под 4%. По словам владелицы, это комфортные и выгодные условия, которые позволят без ущерба для бизнеса расширить функционал прачечной. Уже сейчас на пути в Петрозаводск находится дополнительная техника – стиральные и сушильные машины, приобретенные на средства микрозайма. На этом Светлана не планирует останавливаться. Создать более удобную зону ожидания, даже 30 минут. У нас есть для клиентов бесплатный Wi-Fi, но в том числе разместить, например, тот же кулер, чтобы человек мог попить воды. Или там поставить кофеаппарат, чтобы выпить кофе. В дальнейших планах у Светланы – открытие нового помещения. А когда ограничения снимут окончательно, прачечная будет готова принять еще больше новых клиентов. Анна Касьянова, Иван Пахомов, Служба новостей.